Прежде чем я буду проповедовать, я хотел бы сказать, друзья, друзья, в моей жизни произошел такой момент, от нас ушел наш папа, мой физический отец, он умер, сейчас он находится у Господа, вот, и в честь его я хотел бы, используя это время, я хотел бы обратиться сейчас к тем людям, которые еще не примирились с Богом. Друзья, он прожил долгую жизнь, 83 года, и он знал точно, куда он идет, он общался с Господом до последнего, и, конечно, ему надо было это сделать, перейти, это для нас, для всех переход, это делается в первый раз, вот, но дело в том, что он знал точно, что Иисус его ждет там, на другом берегу Иордана, и он сейчас там, он перешел, и он сейчас находится в радости. Друзья, наша жизнь – это подготовка к вечности. Я не хочу навеять какую-то печаль на нас, но я хочу просто, чтобы мы здравомысленно отнеслись к нашей жизни. С самого рождения ребенка в жизни человека приходит подготовка, он не знает об этом, но мы начинаем готовиться к вечности, потому что каждый человек, он не создан жить на земле. Он, конечно же, рождается на землю пожить, и, как Библия говорит, дней наших жизни лет 70 или 80. Так и есть, мы видим, что люди так и живут. Это не все еще так живут, это в лучшем случае так живут люди. И вот, знаете, а потом человек уходит, и уходит навсегда в вечность. И поэтому к тем я обращаюсь, кто еще размышляет, или особенно тем, кто откладывает это на завтра, вы понимаете, что вам надо примириться с Богом. Чтобы у вас решился этот главный вопрос, живите себе дальше, наслаждайтесь жизнью, ходите на собрания, работайте, заботитесь о своих семьях. Но вам нужно решить этот самый важный вопрос. Спасен ли я? Я даже сейчас не только к неверующим обращаюсь, или к тем людям, которые слышали Евангелие, но как бы еще не сделали этого решения, они еще думают, надо ли мне это, не надо ли, может потом. На завтра откладывают, завтра не существует, есть сейчас, есть сегодня день спасения. Но я также обращаюсь к тем христианам, которые еще не уверены, что когда вы умрете, вы встретитесь с Иисусом точно. Я хочу, чтобы в вашей жизни решился этот вопрос. Этот вопрос решается только через личное обращение к Богу. Ни один человек не может дать вам такую уверенность, да, точно, ты будешь с Богом после смерти. А откуда я знаю? Нет, ты должен это получить, свидетельство внутреннее, от Бога. И каждый верующий в Иисуса Христа имеет свидетельство внутри себя. И вы знаете, что от этого радостно. Когда ты решил главный вопрос в своей жизни, тебе дальше живется легко. Ты знаешь, что главный вопрос, то, чего боятся все, богатые и бедные, все боятся этого вопроса, перехода. Никто не хочет говорить на эту тему, потому что это страшно. Друзья, для верующих в Иисуса Христа есть утешение. Мы имеем надежду. Мы имеем вечный дом. Мы имеем Бога, который висел на кресте за наши грехи, преступления полностью. За все рассчитался, заплатил. Нам нужно это просто принять, поверить и жить с Ним. Аминь. Итак, тема проповеди будет называться «Сила первой заповеди». Господь оставил нам заповеди. Мы не будем сейчас касаться 10 слов, 10 заповедей и так далее. Иисус сказал, когда у него спросили, какая же самая большая заповедь, как ты оценишь, Иисус? Он говорит, возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим. Давайте мы прочитаем. Матфея 22, 37. Смотрите, мы перед Словом Божьим что делаем? Мы поем. Мы поем песни. Песни. Кажется, ну вот я попел для души. Нет. Ты не просто для души пел, ты исповедовал это в свою жизнь. Например, ранами Иисуса я исцелен. О, Господь, я принимаю Твою волю, Твоя воля лучше меня. О, Господь, я благодарю Тебя. Знаете, в песнях, в исповедании мы закладываем фундамент для веры. Мы, когда говорим Слово Божие, проговариваем, мы не просто читаем, мы Его проговариваем, мы слышим, мы находимся в вере. Поэтому очень важно прославлять Бога. Маленькое отступление было. И Иисус ответил, люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим. Это первое и самое важное заповедь. Это первое и самое важное заповедь. Есть большая разница между тем, когда люди говорят, я верю в Бога, и между тем, когда я люблю Бога. Я хочу обратиться сегодня к тем людям, которые, будучи верующими, не переживают радости, не переживают освежения. И знаете, и такие люди, они могут быть недовольными. Недовольными пастором, недовольными братьями и сестрами, недовольными политикой в стране, недовольные погодой, недовольные зарплатой. Но я вам скажу, когда вы полюбите Иисуса Христа, когда действительно для вас станет это главным, вот как здесь Иисус говорит, что это самая первая и важнейшая заповедь. Самая важная заповедь, это заповедь, это не предложение, это не вариант. Это не один из вариантов АБВГД. Это единственная для тебя заповедь вас любить Господа Бога. Поэтому, когда люди жалуются, говорят, что просто в их жизни еще нету живого Иисуса Христа. Если верующий на что-то жалуется или разочарован, обвиняет других в своих неудачах, то, скорее всего, у него проблемы с первой заповедью. А точнее, нет общения с Иисусом. Вы знаете, что даже не решив всех проблем в нашей жизни, которые есть, все навалились на нас, да? Например, Господь, Он не решит их за одну секунду. Но вы будете общаться с Ним, вы будете в Его присутствии проводить время, вы будете послушны Его слову. Но для вас как будто этих проблем не будет существовать. Они будут, но для вас их как будто нету. Они для вас все легкие. А это для вас вообще не проблемы. Кто-то говорит, я засох. Я засох. Больше церковь не отвечает на мои запросы. Пастор, больше ничего нового не может мне сказать. А я вам скажу. Когда человек говорит, что я засох, это говорит о том, что это результат безразличия к Иисусу. Он и к Иисусу засох. Вот здесь уже проблема. Ты знаешь, что ты можешь получать взрывные откровения, даже когда идет обычная проповедь. Можно сказать, ничего нового. Тебя могут вообще просто накрывать силы Святого Духа. Потому что ты находишься сейчас в любви к Иисусу. И наоборот. Ты можешь слышать самые пламенные речи. Ты можешь слышать самые мотивационные проповеди. И оставаться безразличным. Не касаться. Будешь думать, что это такое? Что за церковь? Если Иисус на втором месте, то не надо удивляться, что жизнь в твоей жизни отсутствует. Что значит любить Господа? Друзья, есть тема, называется «Сила первой заповеди». Есть сила. Есть то, когда ты можешь в своей жизни все преодолеть. Любить – это благодаря Божьей любви. Что значит любить Господа? Иоанна 15, 10 говорится. Евангелие от Иоанна. «Если вы послушны моим заповедям, то вы пребудете в моей любви, как и я послушен заповедям моего Отца и пребываю в его любви». Вот на что нам нужно обращать внимание. Заповеди. Как мы любим Бога? Конечно, я читаю Слово Божье. Откуда же я еще черпаю информацию? Конечно же, я молюсь и открываю свое сердце. Я изливаю и говорю, и в то же самое время я слушаю. Есть взаимообмен. Иисус здесь говорит, берите с меня пример. Мы никогда не нашли бы печального Иисуса и скучного. Если мы увидим Иисуса, мы увидим его радостным. Но дьявол его сделал печальным. Весь мир видит печального Иисуса. Это его задача, чтобы Иисуса исказить. И когда ты увидишь печального Иисуса, психологически на тебя это будет действовать неправильно. Соответственно. О, он печальный. Ой, я его не буду трогать. У него сейчас плохое настроение. Но Иисус, он принес радость. Я думаю, что если бы он был очень грустным, если бы он был таким печальным, то люди бы за ним не ходили. И они бы не слушали его. Но мы видим, что с Иисусом всегда была связана радость. Иисус и радость. Это плод. Это плод. Радость от того, что ты побудешь с Иисусом, это будет сто процентов. Давайте мы вспомним коллегу, который не мог ходить на своих ногах. Петр взял его за руку и поднял, и сказал, во имя Иисуса Христа исцелись. Моментально он вскочил на свои ноги. И что он начал делать? Он стал ходить, стал бегать и стал прыгать. Прыгать! Он не довольствовался, что он ходит. Можно просто ходить. О, Господь, Господь! Знаете, сдерживает свою радость. О, Господь, Господь! Спасибо за ноги, спасибо за ноги. Знаешь, ты всю жизнь не ходил, теперь ты ходишь, ты делал то, чего он никогда не делал. Нет! Она увеличивающаяся радость. И он начал ходить, скакать и прыгать, и хвалить Господа! Да! Видите, с Иисусом всегда связана радость. А религия всегда связана с печалью. Если вы находитесь рядом с Иисусом, но вы в печали, значит, у вас проблема, что вы религиозный человек. У вас религия. И это не то, что вы плохой. Это неправильное откровение вы получили. Вы получили неправильное знание об Иисусе. Я вам скажу, вы получили неправильные картины об Иисусе. И вам нужно их уничтожить. Уничтожить? Потому что Иисус – это самое прекрасное, что может быть, самая прекрасная личность. Итак, если мы послушны заповедям, если вы послушны моим заповедям, Иисус говорит, то вы пребудете в моей любви. Вот откуда мы будем черпать силу, когда мы будем находиться в его любви, чтобы в его любовь попасть. Ты не попадаешь туда автоматически. Чтобы попасть в любовь Бога, наслаждаться каждый день. Это не говорит о том, что Бог решил все ваши проблемы. Да, они будут решаться. Может быть, очень быстро, может быть, потихонечку. Мы не знаем, по-разному. Но вы будете находиться в любви. Вы не будете замечать ни дождя, ни снега. Нега, ни зноя. Даже в песне поется, когда мои друзья со мной. Мне все равно, что там зной, что там дождь и так далее. Когда мой Господь со мной. Аллилуйя. А какие его заповеди? Ну, например, вам скажут, что вам надо соблюдать заповеди Божьи. Дорогой мой друг, соблюдаешь ли ты заповеди Божьи? А какие они? Знаете, как в школе. Подскажите, подскажите. Мы даже не знаем, какие заповеди Господа. Давайте мы прочитаем. 1 Иоанна 3, 23. Здесь апостол Иоанн, который неподстредственно, его называют учеником любви. Он любил Иисуса Христа. И Иисус очень сильно любил его. А заповедь его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа. И любили друг друга, как Он заповедал нам. И есть прицеп, без которого ты не можешь поехать. Вот почему тебе нужна церковь. Вот по этой причине. Кто-то говорит, я и Бог, мне больше никто не нужен. Ты ошибаешься. Ты ошибаешься. Потому что как узнать, что ты любишь Бога? По отношению к людям. К своему брату. Итак, смотрите. А заповедь его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа. И любили друг друга, как Он заповедовал нам. Смотрите, заповедь заповедал. Видите? Он говорил к нам. Он обращался к нам. И 24 стих. И кто сохраняет заповеди его, тот пребывает в нем. И он в том. А что он пребывает в нас, узнаем по духу, который он дал нам. Это дух. Это залог. Святой дух, который находится внутри нас, с которым мы имеем общение, который направляет нас на всякую истину и дает нам откровение об Иисусе Христе, это доказательство того, что мы дети Божьи. Откуда мы знаем, что Бог в нас пребывает? Дух святой. А раньше не было его в моей жизни. Не было святого духа в моей жизни раньше. А сейчас есть. Значит, это Бог. Пребываю. Я пребываю в Боге. Как узнать, что человек любит Бога? Друзья, главу можем перевернуть и прочитать. 1 Иоанна 4, 20. Кто говорит, я люблю Бога? Сегодня многие так говорят. И в песнях, и просто говорят. А брата своего ненавидит, тот лжец. Смотрите, как прямо, прямо как нас обличает Господь через слово свое. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит. Как может любить Бога, которого не видит? То есть, Иоанн нас отрезвляет. И он говорит, что не обольщайтесь и не обманывайтесь. Вы не любите Бога. Если вы думаете, что вы его любите, вы не любите. Ваша любовь к Богу равносильно отношению и любви к брату. Но там же не сказано, какому брату. Есть такие братья, что, как у Петра, видно. Иоанн подошел к Иисусу и спросил, Господь, учитель, да скольки мне раз прощать брата моего? Видно, его достал его брат. И в законе, знаете, такой совершенный подход закона, это до семи раз. И тогда ты считаешься таким супердуховным, супер, супер, таким религиозным человеком. И семь раз простил человека. Такой совершенный верующий считаешься. И он подошел к Иисусу и говорит, да скольки мне раз прощать брата моего. А Иисус, он спросил, до семи ли? Раз. А Иисус ему говорит, до семи, до семидесяти. Это 490 раз в день тебе нужно простить брата. То есть постоянно. 490 раз еще никто против никого не грешил. Но если и так будет, то тебе надо простить его, потому что Бог любит. А как нам простить? Если мы не подключены к Господу, знаете, ни один электрический инструмент не работает, если его не включить в сеть. Давайте мы представим образно. Я не могу функционировать. Я не могу любить. Реально, реально. Не могу любить всех людей. Вот свою семью могу любить, жену могу любить, детей могу любить. А всех подряд, всех подряд я не могу любить. Если Бог не даст мне любви. И чтобы вот эта энергия пришла ко всем людям, добрые отношения, да, я же не говорю, всех надо обнимать. Добрые отношения. То, как электрический инструмент. Ты его просто не включил в сеть. Вот первая заповедь, это означает, что подключиться к сети. И вторая заповедь, о, работает, можно приносить пользу. То есть, если я не подключен к Господу, если я не провожу с Ним никакого времени. Друзья, лично мне Господь сказал, тебе с Господом неинтересно, потому что ты с Ним не радуешься. Я честно вам скажу. Я говорю это перед Богом. Мне это Господь внутри сказал. Тебе скучно с Богом, потому что ты с Ним не радуешься. Друзья, и я понял, я сразу все понял. Господь, я не знаю, ко мне Господь будет очень коротко и ясно. Очень четко, чтобы я не запомнил, чтобы я не забыл. Такую длинную, представляете, если он длинную такую информацию мне скажет, я все позабываю, что там вообще сказалось, перепугу. Ты не радуешься. Тебе скучно с Богом, потому что ты с Ним не радуешься. Мы куда идем? Там, где весело. Понимаете? Какими мы друзьями встречаемся? Которыми классно. Которыми хорошо. Понимаете? Мы всегда ищем нечто большее. Иногда мы думаем, человеку нужно просто покушать. Ну, покушал ты. А дальше такой, о, надо же еще что-то. Надо же теперь для души что-то. Надо же что-то посмотреть, фильм какой-то, да? Или позвонить кому-то, сходить куда-то. Разречься надо. Так развлекайся с Господом. Вот поэтому я вам скажу, что младший сын ушел от отца. Отец его любил, он отца не любил. Почему? У него были друзья, у него была информация, он хотел развлекухи. И он считал, что с отцом развлечься нельзя. Я хочу, чтобы сегодня весь опыт, который вы накопили, вы телезрители, кто в прямом эфире, вы телезрители, весь опыт, который вы накопили, чтобы он рухнул сегодня, неправильный опыт, негативный опыт, не хороший опыт, а негативный опыт. Я вам скажу, что с отцом небесным можно наслаждаться, развлекаться. Я имею в виду в хорошем смысле слова. Можно радоваться. Потому что, когда написано блудный сын пришел, он пришел в ужасном настроении, в ужасном стыде, в ужасном позоре, глаза его, наверное, скорее всего, смотрели вниз. Он себя чувствовал виноватым. Он себя чувствовал вообще самым последним человеком. А отец закатил пирушку. Он сказал, давайте заколем быка, знаете, с мясом радость, шашлычки, давайте музыку, давайте. И написано, что в конце они начали веселиться. Такого слова боимся. Как с Богом веселиться? Я вот поэтому говорю, пусть Дух Святой поможет вам очистить свой разум от неправильного восприятия Иисуса Христа и Отца Небесного. На небе нет ни одной печальной личности. Нету. Если вы увидите Бога, Он не будет строгим. Он строгим будет в день суда, когда Он будет судить всю Вселенную, всех людей. Там никто смеяться не будет. Но мы в доме, мы в доме Божьем. И мы там радуемся. Это наш Отец Небесный, кто создал радость. Поэтому мы не любим иногда Господа, потому что мы Его неправильно представляем. Мы понимаем так, что с Господом я могу только делить проблемы. Я вам скажу сегодня, то, что мне Господь сказал, открыл прямо здесь, что многие верующие никогда за всю свою жизнь не любили Бога. Друзья, если это не к вам, дышите ровно, это не к вам. Не вы только здесь в зале сидите, не только я вам что-то говорю. Потому что бывает такое, что когда говоришь, люди думают, о, он сейчас ко мне говорит. И к тебе, и к ним, и ко всем Господь говорит нам. Аминь. Аллилуйя. Поэтому я скажу так, есть верующие, которые никогда не любили Господа Иисуса Христа. Они любили себя. Господь им нужен был только для восполнения их нужд. И я скажу так, я прямо серьезно отвечаю за свои слова. Это самое большое преступление, это хуже, чем убийство, это того, что равнодушие Иисусу Христу. То, как Он к нам относится, Он нас любит просто самой сильной, самой прекрасной, самой безумной любовью. Любит каждого, даже если мы его не знаем, даже если у нас есть неправильное отношение, у Него правильное отношение к нам. Он нас очень сильно любит, и когда мы показываем Ему свое безразличие, то Он ничего не может сделать, Он просто печалится, что Он не может принести радость в нашу жизнь. Почему нам нужно любить Бога? Я объясню, я объясню такой момент. Мы иногда можем неправильно подумать и подумать так, что Господь говорит, знаете, сидит на троне и говорит, камон, человечество, любите меня, любите, мне прямо тут надо, чтобы вы меня любили и почитали. Это вообще неправильная картина. любовь это взаимообмен. Когда ты Ему даешь себя и Он тебе, представь, тебе, человеку, тебя даже не видно во вселенной. Нашу землю не видно во вселенной. Она вообще молекула по сравнению с теми планетами, которые есть. И Бог именно тебе передает самого себя. Представь, и Он поэтому говорит, это единственная единственная возможность получать знания от Бога, откровения от Бога, это любя Его. А мы думаем, о, чем больше я Библии прочитаю, тем больше я Бога познаю. Нет, нет и нет сто процентов. Никогда не будете знать Бога. Фарисеи знали всю Библию. Иисус пришел к ним и начал задавать вопросы и ставить их в тупик, и они не могли на них отвечать. Они хорошо знали Слово Божье. Хорошо. Но они не могли отвечать, потому что они не знали Его, а Он и есть Живое Слово Божье. Итак, друзья, сегодня день, когда нам нужно покаяться. Не покаяться в том, что мы не на небо идем, не покаяться в том, что мы там грешим или как-то. Покаяться в том, что Иисус безразличен к нам, у нас не хватает на Него времени. Друзья, вот когда мы говорим, у нас не хватает на Господа время ни с утра, ни днем, ни вечером. Ну, понятно, днем же у нас не время, мы же работаем, у нас же там то и сё, и пятое, и десятое. А вечером я уставший, я хочу отдохнуть, почитать, посмотреть, покушать и так далее. А утром, утром я спешу на работу. И знаете, такое ощущение, что Иисус вам нужен только для того, чтобы Он лишил все ваши проблемы. То есть Он не Бог, Он слуга, Он джинн. И мы такие приходим и говорим, джинн, скорей, скорей, у меня проблемы. И джинн такой, есть что, какие проблемы я сейчас все исполню, сейчас все исполню, тебя благословлю, исцелю, денег дам вообще, прямо с того, куры не клевать будут. Иисус хочет, чтобы мы сегодня пришли к Нему, чтобы мы приняли Его любовь, потому что это и есть условие. Иисус сказал, и ученики были послушными, поэтому они видели, как Иисус возносится с земли. Он сказал, идите туда, на гору Илеонскую, и знаете что, они туда пошли, и когда они туда пришли, Он дал им заповедь, Он им дал поручение, Он благословил, Он сказал им истину, которая перевернула их мышление. Они думали, что вся власть там у дьявола, вся власть у ирода, что они должны теперь, а Иисус им говорит, вся власть дана мне, на небе, на земле. Так, идите, я посылаю вас. Они поняли, кто такой Иисус. И сейчас настало время, когда мы не должны больше оскорблять Иисуса Христа, когда мы не должны обкрадывать себя, друзья, не любя Иисуса, мы не просто Ему делаем печально, я никого не хочу как бы осудить, мы, во-первых, кому делаем больно, это себе, мы обкрадываем себя, мы лишаем себя счастья, себя радости лишаем, себя любви решаем, а потом какой-то человек нам попался и говорим, ты виноват в этом во всем, ты виноват во всем, ты мне не дал любви, ты там то, потому что, потому что это на самом-то деле мы виноваты в этом, и нам нужно, вы знаете, все, что было, это было, это нужно оставить, пройти, главное сделать решение прийти сегодня к Иисусу и получить эту силу, потому что в первый запад, когда Господь говорит что-то сделать, всегда приходит награда, всегда приходит награда, от того, что когда ты что-то делаешь, исполняешь в западе, всегда приходит вознаграждение, ты никогда не останешься без ничего, приходит сила, Иисус говорит, я пребываю в заповедях отца, я моего отца люблю, и я всегда нахожу в силе, я никогда не жалуюсь, я всегда силен, Я всегда могу преодолеть любую проблему, у меня всегда есть любовь, запас этого масла, у меня всегда этого есть. Я никогда не остаюсь в депрессии. И он говорит, Иисус, вы делаете так же, соблюдайте мои заповеди, исполняйте мои заповеди, и вы будете в любви моей. Что может быть лучше? Это самое главное на земле, это дефицит. Это, кстати, то, чего нету на земле, это то, что есть только у Бога, и Он может это дать. Давайте сейчас обратимся к Господу, помолимся, придем к Нему, действительно, не придем к Нему как к Господу, как к Богу, а придем и просто, знаете, придем к Нему как будто, будем представлять, что это сплошная любовь, придем к Нему как к любви, вот имя Его, пусть для нас сейчас звучит Его имя, потому что это тоже одно из имен Бога, любовь. Бог есть любовь. Субтитры создавал DimaTorzok